А теперь обо всем по порядку. В Северном Казахстане 1997 семей воспитывают детей инвалидов. Чаще всего забота за особыми мальчишками и девчонками лежит на хрупких плечах мам. В канун 8 марта женщин, которые посвящают свою жизнь воспитанию детей с ограниченными возможностями, чествовали в партии Нур-Отан. Кристина Юсичева знает, что им подарили к празднику. Эти женщины редко бывают на светских мероприятиях и нечасто выходят из дома. Все они воспитывают детей с ограниченными возможностями в режиме 24 на 7. Таких семей в нашей области почти две тысячи. Нур-Отановцы поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с 8 марта. Хотелось бы сегодня сказать, что именно воспитанием ребенка, полноценного гражданина нашей страны, он получает в семье от именно воспитания, от общения, теплоту, нежность именно от мамы. И мы хотели бы вам выразить слова благодарности за ваш труд, за вашу любовь. Мы очень вам признательны. Наталья Емельянова – председатель объединения матерей детей-инвалидов «Ариди». У ее младшей дочери ДЦП – инвалидность второй группы. Из-за болезни девочка сама себя не может обслуживать. Поэтому Наталье выйти на работу нет возможности. При этом ей не положено никаких пособий. Об этом женщины говорят на встрече. У нас есть детки с первой группой, есть со второй группой. Но опекунство и такой тяжелый диагноз, то есть по первой группе сейчас по уходу оплачивают. А вот нашу категорию именно те, которые под опекой находятся, дети, которые, ну они уже взрослые дети, ничего не изменилось с того времени, что они стали совершеннолетними. То, что диагноз достаточно серьезный, мамы не работают. И вот хотелось бы обратить людей, чтобы на это внимание, чтобы нам платили по уходу. С учетом поручений президента они тоже хотели бы получить дополнительную государственную поддержку. В честь Международного женского дня им вручили сертификаты в один из супермаркетов города. И, конечно же, цветы. Вот такой небольшой сертификат на 15 тысяч. Зинеб Кожабаева воспитывает троих детей. У младшей дочери Алмы, ей уже 34 года, ДЦП. Но болезнь не помешала ей окончить школу и университет. Я всю жизнь занималась воспитанием и развитием дочери. У нее есть образование, но работать она, конечно, не может. Мы все делали, чтобы она была полноценным членом общества. Я всегда рядом с дочерью. Праздничное настроение гостям подняли музыкальные номера. Кристина Юсичева, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.